Землю крестьянам, земельные участки, бизнесменам. Территориальная земельная инспекция Комитета по управлению земельными ресурсами подвела итоги за прошлый год по государственному контролю и охране земель. На совещании был подписан меморандум с Палатой предпринимателей Карганзинской области. Амитара Абдина продолжит тему. Коррупция, невыполнение конкретных задач на местах – все это тормозит развитие бизнеса у тех, кто работает на земле. Вопросы землепользования в нашей области стоят особняком в череде многих проблем. Статистика не выдерживает тех цифр, что приводятся на совещаниях разных уровней по нарушениям при выдаче земель представителям малого и среднего бизнеса в городах и сельских местностях. Наиболее качество поступивших обращений с органов прокуратуры и органов управленческого органа по земельным отношениям в области. По оформлению земельных академистов ждули в Казахстан в отношении 4499 земельных участков проведенных проверок на общей площадке 295 тысяч гектаров. При изымании земель у предпринимателей чиновники не дают полного объяснения причин изъятия. У них у всех один ответ – отвод для государственных нужд. Еще одна большая проблема – кадастровый документ. Из-за закрытости информации по кадастру люди не могут знать, где и какие участки свободны, а где можно было бы воздвигать объекты для бизнеса. Из-за этого у многих бизнесменов впоследствии возникают большие проблемы. Люди перестают заниматься предпринимательством или, махнув на все рукой, уезжают из страны. Даже возьмем статью из земельного кодекса. Из девяти документов, которые обязан представить предприниматель, девять разработаются государственным органом. То есть, вместо того, чтобы в течение двух месяцев получать свой земельный участок, либо землепользование, либо в частную собственность, предприниматель вынужден ждать более года, либо до трех лет. На заседании был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве между областной территориальной инспекцией и палатой предпринимательства Карагандинской области. Айм Тора Абдина, Дмитрий Обырок, Боржа Нармагомбетов, 5 канал.